Здравствуйте, друзья! Хочу вот такой импрессионизм написать и показать как это делается и так разборитель берила голубая фц розовая здесь чуть выше в середину упирается сюда чуть спускается дорога набираю тональные пятна для начала без жидкости дополнительной то есть достаточно вязко там как бы есть каркасный цвет каркасный цвет голубая фц например скорее всего голубая фц и розовая с этим разобрались близко к середине подходит вот эта темнота подходит и закругляется немного наберу холмик этот деревце одно деревце другое собор какой-то почти в середину холста смотрит чуть сбоку я имею ввиду башенка и тогда соответственно уже видно куда пойдет относительно этой башенки куда пойдет одно строение тоже там сзади башенка именно сзади и второе строение так с этим разобрались это я кисть мою от предыдущего сеанса берила охра у меня охра желтая и розовая пока кисть грязная я здесь наберу пока она не домылась не перемололась на другой цвет а здесь прямо на холсте устроим смесь смесь розового белого и и охры подкладка вы видите как хорошо взаимодействовать с тем что мы набираем просто отлично взаимодействует мухи летают это вот в сентябре конец сентября вот разлетались мухи поэтому все время отгоняю их от себя то комар летит то мухи дачи стараюсь немножко вязко вязко набирать краску то есть как бы суховато но не переборщить с сухостью снова разбил охры так этим же цветом небо небо охра розовенькое так так и Продолжение следует... Количество вещества, видите, достаточное, потому что немалое, то есть для того, чтобы потом в него, в это количество вещества вмазывались, вплавлялись мазочки. Именно вплавлялись прямо мазочки следующие. Мелкота мазочная. Примерно отсюда идет сюда. Примерно, естественно. Один заборчик. Он смотрит в середину, прямо в середину смотрит. Поэтому можно от этого отталкиваться. Тоже розовый и охра. В самой середине, можно сказать, на пересечении диагоналей, находится вот эта линия. Уходит чуть выше середины. Нет, наверное, ниже. Ну, выше середины, но ниже. Вот как-то так. И, соответственно, понизится и вот эта. А там появится темненькость. Так. Колышек чуть в стороне... Ой, прямо под башенкой у него колышек. Это, кстати, нехорошо. Надо чуть-чуть сместить будет. Так. То есть композиционно нехорошо, когда они в одну линию бы выстроились. Здесь примерно так. Сяк. И так. Примерно здесь. Примерно так. Относительно этого носика. И ставим эту линию. Так. Ну, а теперь долго... Сейчас я подберу кисть. Долгая дорога из мелких мазочков. Кисть мне нужна с более-менее длинным ворсом. Хоть она и растрепанная, но как раз до этих мазочков вполне подойдет. Опять комар. Вы видите, как бы мазочки толкутся, толкутся, как кирпичики. Разбил краплака. Теперь я подберу кистью. Есть. Я подберу кистью. Нет. Продолжение следует... Немножко лежачая к холсту кисть, вы видите, и ею идет набор. Ну, понятно, что дерево не розовое. Ну, он нахально создает вот такое звучание, и мы, в общем-то, не имеем ничего против. Хочется, конечно, мысленно считать мазочки. Настолько долгий предстоит путь натаптывания их. Так, опять розовый охра. И опять густота краски. И светлые партии любят густоту. Так же, как и здесь, так же и на крыше. Зеленых мазочков много. Беру бирюзовую, охру желтую и тоже раздаю целый ряд. Толкутся. Они толкутся, они немножко как рыбки в воде, когда они метнутся в сторону. То есть все, вроде направление одно, а уклон разный. Я, когда выставил эту работу для вашего. Голосование немножко поразился, что она произвела впечатление. Я думал, что такая живопись не будет интересна, но хорошо. Бирюзовый с охры, бирюзовый без охры, чуть-чуть с белилами. И вот появляется тоже веселенькое звучание. С желтой даже можно, бирюзовый, вот здесь смешать. Будет очень похожий цвет. Очень успокаивает, конечно. Сидишь и успокаиваешься. Я думаю, для тех, у кого живопись – это способ релаксации, идеальная живопись. Идеальный способ изображения. Главное, нехитрый сюжет. Выгодная освещенность, как вы видите, здесь выгодная освещенность. Боковой свет, половина в тени, половина на свету – это все выгодные вещи. Переводная освещенность. Переводная освещенность. Продолжение следует... Вы видите, я стараюсь погулять по всем местам картины, наращиваю присутствие везде, чтобы все время контролировать общий ход работы. Так, сейчас окрасочек поддавлю. Нарочито горизонтальные мазочки на воде тоже толкутся. Это у меня бирюзовый, можно к нему добавить немножко небесно-голубой. Отлично, отлично. Я не разжижаю краску. Вот. Продолжение следует...